В преддверии последнего звонка власти города оповестили все торговые точки о запрете на реализацию любой алкогольной продукции. Чтобы беспечные предприниматели и продавцы не нарушали установленные правила, полицейские Оренбурга отправились в рейд. С момента начала проверки не прошло и часа. Первые нарушители были пойманы за прилавком в поселке Южном. Несовершеннолетнему здесь был продан алкоголь. В данном случае административная ответственность будет нести продавец, поскольку индивидуальный предприниматель ее ознакомил с тем, что реализация сегодня запрещена алкогольной продукции. Но она на свое усмотрение, к сожалению, ее реализовала, в связи с чем ей грозит штраф от 30 тысяч рублей, и решение будет принято мировым судьей. Далее наша съемочная группа вместе с сотрудниками правопорядка проверила торговые точки Ленинского района. И здесь долго ждать не пришлось. В пивном магазине молодой человек без затруднений приобрел полтора литра пенного напитка. В данном случае штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей придется заплатить хозяину этого заведения, так как он не предупредил о действующем запрете на продажу алкоголя свой персонал. Вы раньше слышали, что в праздничные дни, особенно в детские праздники, алкоголь запрещают продавать вообще? Слышно. Это ваша первая продажа подобная? Да. То есть вы в первый раз продали алкоголь в спрещенном день? Да. Впрочем, надо отдать должное. За время нашего рейда магазинов, где выявили нарушения, было всего два. Сотрудники торговых точек наотрез отказывались нам продавать крепкие напитки. А некоторые и вовсе в этот день были закрыты. За последние годы статистика показывает, что в день проведения последних звонков количество несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, значительно снизилось. И все это благодаря тому, что местные власти приняли решение в данный день запретить продажу алкогольной продукции. Иван Бер, Константин Воробьев. Наше время.